Шалом! Однажды учащиеся Ишивы зашли в комнату Рэбе. Перед Рэбе лежали листы бумаги и стирательная резинка. Они подумали, что если вот этим ластиком Рэбе стирает свои ошибки и пишет вновь, значит он уже не называется совершенный праведник. Ведь совершенство в том, что человек не допускает ошибки. Рэбе объясняет, что если вчера человек написал какую-то мысль, сегодня он это стер. Это не говорит о том, что вчера он допустил ошибку. Вчера он был на определенном уровне, сегодня этот уровень поднялся и он уже видит это по-другому. То есть вчера написанное им это не ошибка, это правда. Сегодня эта правда имеет уже другие абсолютно рамки. Про самого Рэбе объясняет, что в мире есть свет Всевышнего. Праведник этот свет абсорбирует. И если кто-то из людей делает какое-то доброе дело, какую-то митцву, он притягивает в этот мир новый свет творца. То есть свет качественно изменяется. Мы с вами это не можем почувствовать. Мы не можем это увидеть, потому что мы не на уровне праведника. Но праведник на своем уровне, он видит это по-другому. И если Рэбе написал что-то вчера, 10 минут назад, 5 минут назад, и вдруг концентрация света творца усилилась, улучшилась, то первый, кто это получает, Рэбе. Праведник. И вот праведник уже пишет это по-другому и стирает тот уровень, который был до этого. Но это не говорит о том, что это ошибка. Дамы и господа, мы с вами находимся на определенном уровне. Мы в жизни допустили много ошибок. Но если вдуматься, тогда мы были на том уровне, который нам не казался это ошибкой. Это не оправдание, но так оно было. Мы находились в определенных условиях. С определенной концентрацией света творца, который заходил к нам. Через некоторое время мы смотрим на это уже совсем по-другому. Не надо плакать о том, что было вчера. Не надо говорить, мы допускали ошибки. И ошибки были непоправимы. И до сих пор мы расхлебываем. Дамы и господа, это не были ошибки. Это был уровень. Уровень меняется в соответствии от того, как праведники абсорбируют и концентрируют свет творца. Но главным участником изменения света являются люди. Простые люди. Которые, соблюдая заповеди, которые делая что-то хорошее, добро, они притягивают в этот мир свет. Ведь митцва от слова цавта. Вместе. Когда человек совершает какой-то хороший, богоугодный поступок. Когда он проявляет наружу вот эту любовь к ближнему. Когда он просто показывает свою веру Всевышнему. Говорит богословение, молится. Какие-то действия. Написано, что действие привлекает в этот мир свет творца. Праведник этот свет тут же улавливает и повышает уровень света в этом мире. Мы все в этом участвуем. И поэтому мы исправляем свои ошибки, поднимая свой духовный уровень. Это влияет и на материальный достаток. Это влияет и на наши отношения внутри семьи. Отношения с другими людьми и вообще на всю нашу жизнь. Давайте творить добро. Давайте участвовать в строительстве этого мира. И с Божьей помощи, с помощью этого придет избавление. Шалом, шалом.